Мой сегодняшний доклад будет посвящен нутритивной поддержке. Очень во многом он будет перекликаться с предыдущим докладом, поэтому какие-то слайды, соответственно, я буду пропускать, чтобы опять же вложиться в регламент. Говоря про нутритивную поддержку в целом, мы ставим перед собой ряд вопросов, как перед клиницистами, что же мы конкретно будем делать с этим пациентом. Это вопрос и как назначать, в каких случаях, какие смеси или парантеральные мы выбираем питание, когда длительность нутритивной поддержки, что конкретно мы выберем. Я постараюсь остановиться на каждом из факторов, чтобы какая-то целая картина в дальнейшем у нас сложилась. Но сначала, когда мы подходим к нутритивной поддержке, нам всё-таки нужно понимать, а почему же наш онкологический пациент теряет вес. Очень много было сказано в предыдущем докладе. На самом деле вот сейчас по всем последним рекомендациям много внимания посвящается системному воспалению и, естественно, проведённому оперативному лечению. Необходимо учитывать и лекарственную терапию, которая на сегодняшний день проводится, потому что чем более, скажем так, у нас становится, неправильно сказать, агрессивной, но пролонгированной, более яркой становится, химиотерапевтическое лечение, появились таргетные препараты, иммунотерапия. Всё это так или иначе в том числе приводит к потере веса у наших пациентов. Я для себя позволю остановиться на основных причинах, которые чаще всего встречаются у наших больных. Как я уже сказала, это последствия проводимого лечения. Естественно, пациенты, получающие химиотерапевтическое лечение, лучевую терапию, это пациенты, у которых могут быть такие осложнения, как диарея, нарушение, соответственно, нарушение стула, тошнота, рвота, снижение аппетита, изменение вкуса. Всё это также приводит к потере веса у больного. Это и проведённое оперативное вмешательство, в том числе и обширный пострадекционный синдром, когда остаётся короткая часть, допустим, оставшаяся короткая кишка, так называемая. Это пациенты после оперативного вмешательства на желудке, на пищеводе, на поджелудочной железе. Не только потому, что выключается участок пищеварения, но и потому, что, допустим, у пациентов, оперированных на поджелудочной железе, мы получаем внешне-секреторную ферментативную недостаточность в результате оперативного вмешательства. Естественно, все эти пациенты получают ещё какое-то дополнительное обещание, что в конечном счёте вызывает потерю веса, которая есть. Это болевой синдром, то, о чём нужно помнить и то, что обязательно нужно компенсировать. Я вот всегда не устаю говорить о том, что нутритивная поддержка – это не только, допустим, банка со смесью, это симптоматическая терапия. И говоря о недостаточности питания, говоря о потере веса, мы должны учитывать все факторы для того, чтобы назначаемая нами терапия была максимально точечной и адекватной. Если у нашего пациента есть хронический болевой синдром, особенно который ассоциирован, неважно, с приёмом пищи, или он просто не купирован, понятно, такой пациент будет себя ограничивать, в том числе в питании, и он опять же будет терять вес. Это, естественно, и нарушение проходимости, когда пациент не может употреблять пищу, потому что, допустим, у пациента выраженный спаечный процесс, у пациента канцероматоз, который ограничивает его в принятии пищи, в том числе и в видах того, что пациент может употреблять, но и, в принципе, в объёмах. Это и прогрессирование основного заболевания, и я остановлюсь на этом чуть-чуть попозже, когда, в принципе, эффективность негативной поддержки достаточно низкая в силу определённых факторов. Для основных способов оценки наличия риска или развития недостаточности питания используются и шкалы, такие как шкала МАСТ, и, соответственно, скрининг для выявления риска развития недостаточности питания. Здесь, в общем-то, клиницист может использовать то, что считает необходимым. Но по последним рекомендациям я представила четыре шкалы наиболее часто используемые и которые считаются наиболее, соответственно, адекватными для определения недостаточности питания. Действительно, мы отталкиваемся практически везде от потери массы тела за определённый исходный период времени, от того, насколько пациент может получать пищу, насколько он ограничен в питании на сегодняшний день. Самое простое – это оценить потерю массы тела за предыдущие 3-6 месяцев. Необходимо также учитывать, что предстоит пациенту в дальнейшем, будь то оперативное вмешательство, химия, лучевая терапия. Уже исходя из этого, мы также можем оценить нутриционные риски у этого пациента, потому что понятно, что пациент после обширных оперативных вмешательств на органах желудочно-кишечного тракта, пациент, которому будет предстоять химиотерапевтическое лечение или лучевая терапия, уже изначально пациент в группе риска по развитию недостаточности питания. И на сегодняшний день такие пациенты должны получать нутриционную поддержку согласно всем рекомендациям ещё до того, как они вступят в активную фазу лечения. Ну вот опять же шкалы, про которые я говорила, не буду на них останавливаться, они уже были представлены в прошлом докладе, поэтому, соответственно, позволю себе пойти дальше. Для лабораторно-инструментальной оценки, как опять же было сказано, используются и КТ-методы диагностики, и ДЕКСа, и можно использовать также биоимпедансный анализ состава тела, с точки зрения динамического наблюдения достаточно эффективный тоже способ, потому что мы можем оценить, допустим, и жировую массу, и внеклеточную жидкость, посчитать сухую массу тела без жира. То есть, соответственно, если оценивать пациента в динамике, то же метод, который имеет право на существование, который можно использовать, я еще дальше покажу. Ну вот так вот примерно будет выглядеть это все в режиме реального времени. В плане активности нутриционной поддержки, опять же, по всем рекомендациям на сегодняшний день, мы идем от большего к меньшему, то есть от максимально активной нутриционной поддержки в начале лечения до минимальной нутритивной поддержки, когда мы говорим про палеотивную терапию, когда мы говорим уже про, скажем так, последние какие-то дни жизни пациента, тогда мы сводим поддерживающую терапию к удовлетворению каких-то ежеминутных потребностей, то есть к облегчению болевого синдрома, какой-то сопроводительной терапии, но активная нутритивная поддержка на данном этапе действительно не рекомендуется. Во всех остальных случаях, как до операции, после операции, на время химиотерапевтического лечения, естественно, мы должны максимально активно использовать нутритивную поддержку, и она должна быть обязательной частью лечения, такой же, как и все остальное. Для мониторинга эффективности, как сказал предыдущий докладчик, мы используем лабораторное исследование, и точно так же мы используем диагностические критерии, это индекс массы тела, и точно так же мы можем использовать оценку в динамике состава тела. Индекс массы тела действительно не всегда информативен, потому что мы имеем сейчас огромное количество пациентов с саркопеническим ожирением, то есть когда у нас мышечной массы нет, при этом индекс массы тела может быть у пациента избыточный, поэтому это то, на что не всегда стоит ориентироваться, естественно, и больше использовать другие методы. Вот один из интересных вопросов, на котором бы я хотела остановиться, а вот как получается, что при адекватно назначенной нутритивной поддержке мы не получаем того ответа, который бы хотели получить, то есть мы не видим положительной динамики у пациентов. И я бы хотела здесь привести наше собственное исследование, которое давно еще было сделано, когда мы, вот я дальше подробнее об этом остановлюсь, когда отсутствие положительной динамики на фоне адекватно назначенной нутритивной поддержки может говорить в том числе о прогрессировании основного заболевания, когда вроде все делается правильно, когда пациенту назначена адекватная сопроводительная терапия, но при этом мы не получаем увеличение, то есть, соответственно, индекс массы тела, мы не получаем положительной динамики, и в том числе это легло в основу патента, который, опять же, нами с коллегами был разработан, что мы делали. Основные параметры, которые мы на тот момент оценивали, это были индекс массы тела, масса тела, динамику показателей во времени, массу внеклеточной жидкости и массу жировой ткани. И что, соответственно, мы увидели? Что при прогрессировании основного заболевания отмечается динамическое снижение массы тела жировой ткани с одновременным нарастанием массы внеклеточной жидкости по сравнению с предыдущими результатами глоимпедантского исследования, несмотря на адекватно назначенную и проводимую нитритивно-метаболическую терапию. Мы брали группу пациентов, которых мы наблюдали в течение примерно 8 недель, которым регулярно измерялись все вышеуказанные параметры. И, соответственно, вот такая была выборка у нас по пациентам. И в дизайне исследования параметры измерялись примерно в 4-5 недель. Все пациенты получали дополнительное лечебное питание, ну, плюс, соответственно, симптоматическую терапию, дополнительную коррекцию, потому что, как я уже сказала, одно лечебное питание в монорежиме не решает проблему недостаточности питания, и, в общем-то, этого мало для адекватной нитритивной поддержки. Но, несмотря на всю проводимую терапию, мы получили, соответственно, отрицательную динамику по вышеуказанным показателям, что показано на слайде. И у всех пациентов в данной группе было диагностировано прогрессирование основного заболевания в дальнейшем по данному компьютерной томографии, что, соответственно, было для нас очень интересным, что изменения в составе тела у этих пациентов у всех были раньше рентгенологической манифестацией. То есть, соответственно, это тоже, опять же, можно делать себе как пометочку, что вот такая вот рефракторная, как мы можем говорить, ну, не кофексия, но, в принципе, да, кофексия может встречаться у пациентов при прогрессировании основного заболевания. Говоря про основные способы введения нутритивной поддержки, ну, соответственно, здесь всё достаточно просто. Если сохранена возможность питания через желудочно-кишечный тракт, то есть пациент самостоятельно может глотать пищу, самостоятельно может принимать дополнительное лечебное питание, то, безусловно, мы используем пероральное питание настолько, насколько это возможно. Если у пациента по той или иной причине нет возможности адекватного перорального питания, то, естественно, это либо зондовое питание, либо всё-таки, говоря про онкологического больного, если мы понимаем, что всё это растянется на достаточно длительный промежуток времени, нужно говорить о стомировании таких пациентов. Ну, и при отсутствии возможности адекватного обеспечения пациента энтеральным доступом, будь то через стому, через зонд или перорального питания, мы можем использовать, естественно, парантеральное питание, которое может быть как полным, так и частичным в зависимости от той ситуации, которая, соответственно, у нас есть. Я сейчас позволю себе просто остановиться быстренько на классификации препаратов лечебного питания, как вы всё это тоже знаете. Использовать мы можем те смеси, которые считаем нужны, в зависимости от того, какое оперативное вмешательство было проведено у пациента, в зависимости от того, насколько у него кишка адаптирована, например, к всасыванию стандартных смесей, или же, если это, допустим, короткая кишка, то мы можем начинать с расщеплённых смесей. Но это отдельная тема разговора, наверное, сейчас не буду на этом останавливаться длительно. На сегодняшний день на рынке достаточное количество препаратов, чтобы, в общем-то, мы могли удовлетворить любой свой запрос и, в общем-то, любую потребность пациента. Говоря, вот, опять же, единственное, о чём нужно помнить, о том, что, естественно, если у нас пациент не может потреблять достаточно большое количество жидкости, то предпочтительно выбирать высокоэнергетические препараты, для того, чтобы в меньшем объёме дать большее количество калоража, большее количество белка и энергии, потому что, скажем так, выбирая, допустим, стандартные смеси, которые 1 килокалория к 1 миллилитру, мы должны понимать, что наш пациент должен будет употребить достаточно большой объём того, что ему нужно будет выпить. Если мы говорим про стомированных пациентов, когда у нас наложена гастростома или, допустим, пациенту наложена энтеростома, то есть у пациента нет возможности перорального приёма жидкости, вот единственное, о чём бы тоже хотелось сказать, что нужно помнить всё-таки о том, что нагружать, опять же, большим объёмом разово таких пациентов не нужно, потому что будет диарея, кишка, допустим, не в состоянии сразу усвоить большое количество вводимого препарата, поэтому кормление таких пациентов должно быть либо болезненным, либо капельным, либо выкапывать им через инфузомат, соответственно, но это в условиях стационара, в условиях домашнего режима, естественно, мы обучаем пациентов либо болезнему, либо капельному введению. Но, опять же, на сегодняшний день препаратов достаточно, чтобы мы могли всё это осуществить. Как уже было сказано в предыдущем докладе, наибольшая частота встречаемости недостаточности питания – это у наших пациентов с локализацией голова, шея, желудок, пищевод и, естественно, поджелудочная железа. И вот, к слову, хотелось бы на следующем слайде показать наш опыт работы с такими пациентами в течение четырёх лет на базе онкологического диспансера. У нас действовала первая в России программа амбулаторной нутритивной поддержки онкологических пациентов с локализацией голова, шея, желудок, пищевод, когда пациенты, имеющие недостаточность питания с вышеуказанной локализацией опухоли, у нас обеспечивались препаратами лечебного питания в амбулаторном порядке. За указанный период, за четыре года работы программы, нами было обеспечено порядка трёх тысяч человек. Но, к сожалению, на сегодняшний день программа не работает, но, по крайней мере, получен ответ из комитета, что готовится какой-то пакет документов сейчас для того, чтобы была возможность возобновить эту программу. Эффективность программа себя очень хорошо показала, потому что, как мы с вами знаем, истощённый пациент, он хуже реагирует и на проводимое лечение, и, соответственно, количество осложнений у таких пациентов значимо выше. На 2019 год у нас состояло 833 человека на лечении, которые получали на сегодня препараты лечебного питания сейчас, вот несмотря на то, что программа не работает, но мы всё равно получаем периодически какую-то гуманитарную помощь, пациенты всё равно обращаются у нас, и что-то выдаётся, но, к сожалению, естественно, не в том объёме, в котором бы хотелось, и как это было, когда программа финансировалась и работала. По препаратам лечебного питания, ну вот на 2019 год, если интересно, просто покажу слайд, примерно, как у нас шла выборка по тем препаратам, которые больные получали. И по эффективности тоже, опять же, хочу показать нашу же работу, соответственно, когда мы просто взяли пациентов с раком желудка, посмотрели у них потерю массы тела за средневременной интервал в течение примерно 6-8 месяцев от момента манифестации первых клинических симптомов до момента обращения к специалисту, и дальше оценили у этих пациентов эффективность нутриционной поддержки. По критериям включения обязательно нужна была гистологическая верификация, чтобы у пациента было проведено оперативное вмешательство и имелись какие-то признаки недостаточности питания. На что я хочу обратить внимание, что одно дело всё-таки там какие-то общие рекомендации, другое дело, наверное, иногда то, что мы сами видим своими глазами. Обратите, пожалуйста, внимание, что у всех пациентов, независимо от стадии, потери веса были огромные. То есть в среднем порядка 20% это очень много от исходной массы тела. Пациенты не получали нутритивную поддержку до момента обращения. И вот дальше мы просто этих пациентов кормили. Кормили в течение примерно 2 месяцев и оценивали, опять же, осматривали их раз в среднем в 4-5 недель, измеряли индекс массы тела, смотрели, опять же, всем пациентам делалось объемомбедансное исследование состава тела. Из этой группы, вот в этой группе нет пациентов как раз с прогрессированием основного заболевания, поэтому это те данные, которые получены на пациентах, у которых можно было адекватно оценить эффективность проводимой нутритивной поддержки. Ну и посмотрите, пожалуйста, вот на следующем слайде, то, что я показываю, опять же, динамика веса у всех таких пациентов в течение 8 недель положительно, независимо от стадии основного заболевания. Мы получили хороший положительный ответ, поэтому, естественно, на сегодняшний день уже не должно стоять вопроса, кормить пациентов или не кормить. Кормить их обязательно нужно. Здесь, наверное, вопрос в том, чтобы кроме препаратов лечебного питания была адекватно, обязательно подобрана еще и дополнительная симптоматическая терапия для достижения максимально положительного лечебного эффекта для данной группы больных. Если есть какие-то вопросы, отвечу. Постаралась уложиться.